Кто его знает, кто его знает. Ну и давайте так, по традиции, плюс в чат, если вы за команду Na'Vi Junior, минус, если вы за команду Lil Mix, такая своеобразная перекличка, и мы вместе с моим замечательным коллегой The Craigie продолжим для вас работать на этом матче. Да, друзья, здравствуйте, еще раз добрый вечер, давайте смотреть, давайте следить, и полетели, что у нас здесь будет Na'Vi, третий раз подряд начинают защиту, три карты, ну и, в общем-то, никакого разнообразия в рамках этого Best of 3, куда свернет оверпасс в сторону команды Na'Vi или в сторону команды Lil Mix, зависит только от команд, давайте глядеть. Опять юспов у Na'Vi, у ребят с команды Lil Mix 5 глаков, здесь чисто игра по факту стрельбы, здесь бит, пока игру стрельбы выигрывает, убивает Исака, убивает Боддмастера, БК на размене, но БК, как же хорош сегодня этот парень, давай их так же закрывать на размене, 3-3 ситуация, бомба установлена. Ну и вот теперь Na'Vi нужно выбивать Моноси с фрагом по очень агрессивному БК по итогу, но ситуация все равно еще может разрулиться ребятами из команды Lil Mix, линкен последний, Моноси, классно, ставлю лайк, 3 фрага, и это первый раунд с ребятами из команды Na'Vi, и давайте сразу же, друзья, глянем коэффициенты от наших друзей из париматч, 1,5 на команду Na'Vi Junior, 2,5 округляя, да, на ребят с команды Lil Mix, именно такие коэффициенты предлагают наши друзья из париматч, ну и, разумеется, классно в виде фаворитов, также, в принципе, мы их и наблюдаем, а вы не забывайте про 100% бонус к первому депозиту, кликайте на баннер по трансляции, переходите и смотрите эти коэффициенты в лайве. Ну, бит большой молодец в предыдущем раунде, именно его 2 первых фрага на подступах к Апланту дали вот такой вот, по сути, свободный ретейк команде Na'Vi Junior, но BQ действительно действовал очень круто. За счет установленной бомбы и некоторых фрагов команда Lil Mix приобретает себе 4 Галила, 1 Калаш, есть осколочная граната у своего джихеда, и, правда, Линкин погибает уже на старте этого раунда, Монесси дает энтри для своей команды, и теперь команда Lil Mix продолжает играть в этом раунде в меньшинстве. Так, 5-4, важный раунд, разумеется, здесь для одного и другого коллектива, опять же, борьба за первые, вы знаете, такие экономические шажочки, опять же, выигрывая здесь, выигрывая атаки, очень сильно будет, скажем так, меняться исход этой игры, потому что сразу полное отсутствие экономики у защиты, вот эта вся история, ужас, невероятные проблемы. Ну а пока, пока есть фраг, есть 5-4 ситуации, нужно это растаскивать, нужно это пытаться закрывать за собой, ну и вот она ситуация с выходом от Lil Mix на 35-й секунде под Асай, давайте смотреть. Да, здесь Господаров с МПХ 9, Бит играет с Фамосом, ну что же, БК уже на хедшоте, есть по нему информация, БК, Молотов откидывает Бит под своего оппонента, Господаров находит первый минус, БК на размене, Бит погибает, БК погибает от Господарова, бомбу ты не поставишь, товарищ Буденмейстер, в такой ситуации, но вот после фрага по Господарову эту бомбу поставить можно, и он ее ставит. 2-3, Монесси закрывает второго игрока в этом раунде, есть информация по Исаку, и можно стараться эту бомбу дефать, но бомба стоит как раз-таки под дугу, и дуга будет под контролем, команда Na'Vi Junior, но Исак прекрасно понимает, что, наверное, здесь идти и стараться ее как-то не позволить Na'Vi Junior раздефать, было бы большой ошибкой, потому что потерял бы девайс, потерял бы второй армор и так далее, а сейчас этот армор остается, и можно тот же Галил дропнуть, купить себе калаш, и снова могут Лил Микс попытаться закупиться в этом раунде благодаря установленной бомбе, но Монесси, опять же, минус 2 в этом раунде, очень круто, там и Господаров с МПХ разобрался на одном квадратном метре с двумя оппонентами, и дал карт-бланш команде Na'Vi на второй раунд, и номер 3 прямо сейчас, это Скаут Галил, 2 Диглай, Тег 9, 4 армора на команду Лил Микс. Хорошее открытие здесь от Господарова, по итогу вместе с Битом разбираются по Боден Мастеру, 5-4, большинство, и отход сразу же, мгновенный, опять же, не нужно здесь ребятам из команды Na'Vi пушить всю историю, опять же, понятным причинам, а то могут наказать, там их 16 хп у Господарова, но он, смотрите, как агрессивно остается вот в такой позиции, чудеса, чудеса, его здесь за это могут на самом деле наказать, если зачекают, опять же, но позиция вроде как должна чекаться сразу же, будет ли флешка, вот в чем вопрос, нету какой тайминг у Господарова, и со стрельбой убита, вообще не складывается ситуация, одного закрыл, ну и так на размене 3-3 ситуации, здесь Na'Vi придется попотеть. Тут еще и смог лежит на КТ, поэтому здесь первоначально с банка будет отыгрывать Моноси, ну а дальше у тиммейта там подсобят, если что. Окей, есть два Галилы, есть кольт для Линкина и три армора, что самое важное, еще и смог, ой-ой-ой, смог на банк, Апачо из этого смока вылетает, Линкин его перестреливает, и Топа дает размен, Исак еще один минус, времени очень мало, и у Топа нет денег, мы с вами это видим, на следующий раунд, и тут принимается важнейшее решение, что же, сейв, или же он видит тень, видит тень, и BQ вместе с Исаком на пару его растащили, 2-1, все-таки бай полторы тысячи себя купил у Лил Микс. 4-5 причем, раунд начинался очень неплохо для ребят с команды Na'Vi, сделали первый фраг, ну а дальше, опять же, начались проблемы, но схожа, опять же, история, наверное, где-то с первой карты, и у Na'Vi были очень тяжелые раунды за защиту, но за атаку ребята буквально, не знаю, вот действительно были рождены побеждать, как бы это ни звучало, но будем смотреть, что с атакой будет у Na'Vi на оверпассе, возможно, она также будет намного приятней для них, для игры непосредственно, нежели там за защиту обороняться, но вот пока закупка на все оставшиеся деньги, 2 пистолета, дигл для топа, ТЗ-шечка для Господарова, 3 Фомаса, рабочие девайсы, ну и давайте глядеть, что придумывают они в этом раунде, хороший тайминг для Вита здесь, Господаров еще тоже, в итоге развели двух игроков на коннекторе и непосредственно для себя 2 фрага получили, 5 в 3. Это Капача, хорошая флешка была на уход с коннектора в сторону воды для команды Na'Vi Junior, теперь команда просто ретируется через КТ и будут вдвоем принимать базу А, куда, собственно говоря, и направляется шведская троица, которая прямо сейчас попытается забрать этот волевой раунд, 4 в 5 забрали предыдущие, 3 в 5 смогут или нет, уже 2 в 5, потому что погибает Бекю Моноси, ой-ой-ой-ой, Илюша, что ты там съел в перерыве непонятно, но это 2 минуса от него и бит еще один фраг для себя, красавчики, очень важный раунд забрали, команда Na'Vi Junior, 3-1, и по деньгам проблемы есть у команды Lil Mix, я смотрю, там раздроб пошел, но они все-таки принимают решение байца в 0, понимая, что у Na'Vi там, ну, по экономике не все гладко, хотя, с другой стороны, смотришь, там у Моноси полторы, 2 у Бита остается, 2-300, 3-1, у Капачи еще, но и в случае поражения 1400 накинет команде Na'Vi Junior, будет какой-то бай полторы тысячи условный, ну, посмотрим, раунд номер 5, очень важный. Так, ну что ж, будем смотреть, пока у нас 3-1 за Na'Vi, и все, в общем-то, неплохо складывается, но это только начало, самое-самое-самое, наверное, даже иногда очень важное начало, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет, вот примерно такая история, начало нужно, опять же, отыгрывать максимально уверенно. А если корабль назвать Саше Камень, то что, этот корабль потонет? Не знаю, не знаю, все может быть индивидуально, непосредственно. Понял, понял. Минута 0,5, друзья, на таймере, пятого раунда, давайте смотреть, как Lil Mix'ы будут здесь демонстрировать атаку. Ну, команда Lil Mix возвращается обратно на центр, и посмотрим, что из этого раунда они смогут придумать. Есть 3 калаша, МАК-10, Галил. И как с этим поработать, пока непонятно. По гранатам есть все, что нужно. Правда, смог, жалко, что всего один. А если было бы два смока, было бы, конечно, попроще. Можно было бы банк как-то закрыть, и молики накидать за дефолтную машину, и под флешки выйти. В принципе, это стандартная раскидка при выходе на базу А. Но и здесь VG-Head пока в соло будет отвлекать внимание игроков на Б-пленту. Ну и бит его уже закрывает. 4-5. Ой, хорошо здесь по зажиму от Господарова было. Но вот по второму чуть-чуть не пошел дамаг. BQ-69 кп, здесь бит справляется. 9 секунд на таймере. Под флешку закрывает бит. Еще и BQ-хорошая стрельба. Ну а по последнему инфару, изменится, есть бомба. Сама себя не могла установить, поэтому где-то здесь находится последний ботен мастер. Ну и вот он, четвертый раунд за ребятами из команды Na'Vi. Это уже 4-1. Это уже очень неплохое начало, друзья. Ну и, конечно же, это все отражается на коэффициентах. 1-27 за командой Na'Vi. Junior 3-55 за ребятами из команды Lil Mix на победителя в рамках этого матча. Ну, то бишь, на этой карте, потому что это последняя карта этого Best of 3. Ну а вы не забывайте про то, что 100% бонус-депозиту ребята из париматч дают, как и эти коэффициенты. В общем-то, кликайте на баннер, заходите и смотрите, и играйте с коэффициентами на замечательные и лайф, и линии события. Ну, обрати внимание, 4 калаша в защите сейчас и команда Na'Vi Junior слушает. Это, конечно, супер ОП. А тут теки и один дигл для команды Lil Mix. Это попытка быстрого выхода через Зиг на базу B. И тут Капачи вместе с топой будут принимать своих соперников. И тут Капачи в линию кладет двоих, бит на размене, еще двоих забирает. И последний погибает, Боден Мейстер. Ну, Na'Vi к этому выходу были готовы. За задумку Lil Mix 5, за реализацию двоечка. Ну, это регулярная практика, да, когда команды, не имея хорошей экономики, принимают быстрое решение выхода на B-плэн. Очень многие команды зачастую оказываются не готовы к подобным моментам. Но Na'Vi Junior были к этому моменту более чем готовы. Смог на монстр от Моноси. И дальше посмотрим, что с 5 калашами придумает шведская пятерка. Так, есть тавик у Господарова. Есть, опять же, 4 винтовочки. Будем смотреть, что у нас будет здесь далее происходить на этом замечательном оверпассе. Моноси, ой, как близко здесь бикю. И как повезло, на самом деле, потому что мог он здесь отлетать. Бит закрывается в джехеда. 5-4 большинство. Моноси под флешку или нет? Он просто так здесь играется. Посмотрите, как с огнем. Буквально Моноси откидывает КЕшку. Там неплохо уроны еще пролетело. Ну, классная ситуация 5-4 для Na'Vi. Да, вот опять же, вот была пауза. Снова мы списались с Моноси. Говорят, что, блин, ну вообще ничего не шло. Говорят, меня 6 раз убили блайндовыми. Ну, то есть, соперник был блайндовым. И, говорит, меня убивали. Мне просто, говорит, не пошла игра на Дасте. Говорят, я говорю, ничего. Отпускай эту игру. Все будет нормально. Видимо, отпустил действительно. И пока Моноси на третьей карте очень хорошо разваливает. Вместе с битым, причем на пару. Да вся команда Na'Vi Junior. Сейчас видно, что синергия на аут присутствует. Хотя, по-моему, правильно говорить, синергии. Поправьте меня, если есть у нас лингвисты в чате. Вот. А команда Na'Vi очень близка к шестому раунду. Уже из семи сыгранных. Это очень хороший результат. Топа закрывает Линкина. И пока мы с вами видим самое четкое выражение того, что вот Na'Vi реально просто перестреливает сейчас Лилмикс. Просто в стрельбе вся проблема сейчас. А не в каких-то загадках. Так, давайте смотреть далее, друзья. Что у нас будет в рамках и этого замечательного и прекрасного оверпасса. Na'Vi чувствует себя уверенно. По-другому никак не сказать. Начало точно за ними. Ну и, в общем-то, будем мы здесь глядеть. Маг 10 есть у Линкина. Есть, опять же, 4 дегла. Все неплохо. Но, опять же, это не та история, где нужно выигрывать непосредственно этот раунд. Na'Vi просто такой не должны отпускать. B'It закрывает уже BQ. Господара в более саевовую позицию становится. И ситуация опять 3. Седьмой раунд здесь Na'Vi должны, в принципе, для себя закрывать. Да, потеряли только Господара в этом раунде. Но снайперскую винтовку забирает. Ой, там граната прилетает. Но, благо, Исак от этой гранаты успел отойти. Маг 10 работает по туалетам, где играет B'It. И, ну, B'It потерял всего 20 хп, поэтому не критично. И самая главная задача для команды Na'Vi Junior просто отобрать АВП у Исака. Но тут погибает топа. Здесь главное не допустить еще одну роковую ошибку. Это просто идти по одному пикать в надежде того, чтобы убить этого красного игрока на авике. Да, то есть на таких раундах очень многие команды горят. И я думаю, что Na'Vi сейчас прекрасно понимает, что из 4 в 2 ситуация превращается уже 3 в 2. И она, ну, немного скользкая. Но здесь Капачи, в принципе, интригу-то хоронит. И Исаку 46 секунд еще надо как-то прожить с этим АВП. Но имеется предположение, что он, возможно, даже попытается этот раунд разыграть. Ну, попытаться, конечно, можно, но вряд ли здесь Na'Vi просто-напросто уже отдадут эту историю. Да, ну и, в общем-то, здесь его в спину бит. Закрывает. Друзья, это 7-1. Na'Vi Junior очень и очень уверенно начинают. Продолжаю я об этом говорить и продолжаю, на самом деле, радоваться. Потому что пока все здорово. За защиту происходит 3 игрока. У Lil Mix, смотрите на вот эту историю справа. 1 на 8, 1 на 8, 1 на 8. Тот же Хэрт, Винкин и Боденмастер. И это означает только одно. Пока что команду Lil Mix закрывают. Просто не давая, опять же, каких-то шансов на большие фраги. Вот он, Господаров. Вот он, быстрый выпад. Того, чего на самом деле не хватало. За защиту на Инферно. Вот. Я уж молчу, продаст второй. Но он вообще не пошел. Просто-напросто у ребят с команды Na'Vi Junior. За защиту, тем более. Но вот буквально в одном шажочке они останавливаются от победы в рамках первой половины. Прошу прощения. Так. Ну и команда Lil Mix. Готовы открывать коннектор. Но там Топа уже, по-моему, на гранате стоит. Опа. Моноси. 9 хп остается. Топа в ответ начинает зашивать. И Лье желательно, конечно, отойти. Топа 16 хп тоже. Ой, слушай, на базе Б это, конечно, проблема огромная. Господаров еще погибает. Топа погибает. Ага. Бит. Размен по дуге. И, слушай, а это выход-то под Аплент в итоге. Бит в смоках может заходиться. Он все прекрасно слышит своего оппонента на дуге. Бит еще закрывает свиджи хэда. На шарики уходит один из игроков атаки. И, видимо, бомба будет перетягиваться ближе к базе Б. И там Линкен под шарики заходит. Бит пока информацией не владеет. И все-таки Бит погибает. Но два минуса от него уже было. Моноси красный. 3 хп. И попытается, наверное, с Капача не все-таки угадать, куда будет выход. А выход-то будет в итоге у нас на... О-о-о-о-о-о-о-о. На точку А. Ну и Моноси, наверное, все-таки авик попытается забрать сейчас. Ну да, по хп чистая история. 3 хп. Но, с другой стороны, если он так с хэдшот поставил по игроку на ланге, понятно, да, что совпало очень много факторов. Но все равно классно. Бомба ставится на бэс. Айди Капача здесь фуловый. Дает информацию об этом. Моноси бежит, бежит, бежит. Перетягиваясь через... Опять же, коннектор закрывает. Здесь Исака. Но, опять же, ожидая своего оппонента просто-напросто на свапе. А вот здесь Линкин 1 на 8, который идет. Сейчас будет заходить в спину Моноси. И Моноси, конечно, этого не чекает. Не читает. Если сейчас развернется как-нибудь, нет, не получится. Капача против Моноси. Но есть информация. Теперь по шарту можно попытаться это как-то разыграть. Нет, не получится. Линкин на уверенности. 7-2. Второй раунд Лилмикса себе забирает. Ну, слушай, ну, конечно, в этом раунде Нави могли его реально перевернуть. Как не убили на коннекторе сначала, сейчас Моноси вообще непонятно. Ну, и Линкин действительно браво, разыграл очень круто. Дал важнейшие два минуса. И всего за дивидендов у него три фрага. То есть один фраг у СВДжехеда, два у Буденмейстера, три у Линкина, четыре у БиКью и восемь у Исака. Ну, жестко. Пока действительно индивидуально не очень хорошо идет у команды Лилмикс. Возможно, после этого раунда станут дела несколько лучше. Ну, и здесь снайперская винтовка готова шариков отыгрывать по рампе. Господара в дым попадает. Ну, там 5 хп, господара все-таки погибает. Бит с фонтана закрывает Исака, Линкин на размине. Три в три. Но для атаки, тем более на такой широкой и длинной карте, как оверпасс, реально вот такой вот паритет по игрокам три в три, он для атаки, конечно, сумасшедший плюс. Все так, все так. Есть, опять же, здесь, ну, ребят с командами все рабочие девайсы, но нужно играть вот так вот примерно, как Моноси сейчас делает. Нужно просто-напросто на чек стараться все позиции воспринимать. Моноси на лонге не видят. В туалетах тоже, на самом деле, не особо кого-то можно заметить. Ну, а тем временем, ребята уже подбираются к Аплэнтузии с только один Моноси. Ну, вот вроде Топа неподалеку, на самом деле, на перетяжке находится, но все равно ему нужно будет перебежать еще с девятки. И это какое-то время точно займет. Полетают гранаты, Моноси зачекал, должен давать информацию сразу. Вот он Топа побежал, но Викю выключает здесь Моноси, Топа откидывает флешку, под нее врываться не собирается, прострелы, зажимы. Сложно, очень сложно этот раунд будет Нави выигрывать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В итоге здесь Виджихед это на банке никто не проконтролировал, и Капачи остается последней. Против троих, конечно, ему здесь шансов никаких не дадут. То есть на поставленной бомбе здесь Капачи просто желательно унести. Второй армор, унести диффуза, флешку и кольт, конечно же, и просто засейвить все это дело. И это третий раунд для команды Lil Mix, второй к ряду. И пока Нави Джуниор не удается закрыть этот самый восьмой раунд, который им позволит первую половину уже 100% выиграть. А там вопрос только в преимуществе. Насколько оно будет велико? И будет ли вообще оно велико от команды Lil Mix? Ну, Капачи, в принципе, выживает. Никто за ним не чейзит по понятным причинам. У Lil Mix денег не так много. Поэтому нужно соблюдать аккуратность, так скажем, и внимательность. Девайсы сейчас очень важный Lil Mix при их экономике. Но 11-й раунд и еще 5 в рамках первой половины у нас с вами наблюдать мы будем. Посмотрим. АВП, 4 кольта, все по классике жанра. Дам-дам, все так, друзья. Давайте глядеть, давайте смотреть, разумеется, что у нас будет дальше. Интересная первая половина, что будет в концовочке уже. Ух ты, как там он. На самом деле, повезло даже. 5 кп у него остается после этого контакта. Весьма близкого с хаешками. Зажим по BQ и по Капачи с разменами. 13 кп у одного, 25 кп у другого, соответственно. Сложно, но пока что все еще живы. Моноси 5, Капачи 25. Ну, давайте посмотрим, что придумает команда Lil Mix в этой ситуации. Ну, слушай, у них уже не впервые, когда они прогревают базу B, и потом все вместе коллегиально отходят под рампу и разыграют там мидл, туалеты. Готовы ли к этому команда Na'Vi Junior? Узнаем уже очень-очень скоро. Исаак просто контролирует спину, чтобы Na'Vi Junior не запушили. Ну, а в остальном, медленно, но верно, Lil Mix продвигается в район центрального коридора, где, собственно говоря, будет весь оставшийся экшен. 45 секунд до конца этого раунда по гранатам. Все есть у команды Lil Mix, чтобы удачно зайти на Аплент. И более того, 5 кп у Моноси, 25 кп у Капачи. Жестко, жестко. Но здесь команда Na'Vi Junior такое ощущение, что пытается угадывать с направлением атаки своего соперника. Дверь на коннектор открыта, поэтому с прыжками, прыжками с девятки можно начекать своего соперника. Линкен на длине. Линкен играет в соло сплетующего на этот раунд. И полетела эта самая раскидка. Господаров с КТ уходит, понимает, что под него прилетают смоки и занимает машину. Прямо сейчас Боден Мейстер погибает, бомба падает. Линкен, два минуса. Но флешка была шикарная от BQ. И Na'Vi Junior уходит на сейф, потому что банально не хватает здоровья двум игрокам, чтобы полноценно чувствовать себя в этом раунде и стреляться на равных. Так, ну, вели 7-1. Немножко сейчас уже, конечно, Лилмикс начинает набирать обороты. Уже становится счет 7-4. Исаак последний. Здесь тот, кто охотится на игроков команды Na'Vi Junior. Но будет он здесь отлетать, разумеется. Топа, возможно, еще Калаш, да, возьмет. Очень уж манит его. Ну и будет у нас 7-4. Счет здесь других вариантов. Нет, в любом случае, 7 за защиту это неплохо. Учитывая даже счет 7-4, это вообще прекрасно. Вот, взять парочку будет с замечательным результатом. И можно будет приходить на вторую половину. И уже с выигранным пистолетным раундом чувствует себя, ну, нереально уверенно. И это оверпасс выигрывает, забирая слот на мейн-стадию, друзья. Который начинается 7-го декабря, напомню. И продлится достаточно долго. Продлится несколько турниров. Это будет как такая вот серия. Из действительно около, наверное, трехмесячного периода. Вот, с плавным... Ну, по сути, это у нас была вот Мальта. Это был сезон летний. И здесь у нас, можно сказать, сезон зимний. Поэтому зима приходит. Скоро Новый год. Праздничное настроение. Ну и команды, конечно же, к этому настроению хотят себе получить слот на мейн-ивент. Ты, кстати, уже принял решение, где будешь отмечать Новый год? Вот как раз решается этот момент. Ну, я в любом случае с семьей как бы канон Нового года. А дальше уже... Ну, послушайте, ну я как бы Новый год с семьей быканул. Выканул? Нет, не выканул. Выканул, а мне показалось. Показалось. Так, слушай, а тут ничего себе посмотрел. У Бита 18-6 статистика. Нормально парень бахает. Но при этом, смотря на фраги команды Лил Миг, думаю, слушай, а как у них 4-то? Раунд он брал с Бит. Уже 19-й фраг для себя находит. Пока что Соливарня от него и от Моноси также 13 фрагов. Ну, потеряли на старте важнейшее звено. По-моему, кстати, больше всех Исак... Нет, ну... Да, да, все правильно. Больше всех Исак настрелял. Фраг лидера потерял и команды Лил Миг. Как без него-то дальше? Хороший вопрос. Но нужно, во всяком случае, кому-то брать на себя роль вот этого самого игрока, который поведет всех за собой. Есть очень крутая игра от Бита, который после сделанного фрага опять же не садится максимально в диффенс, а ждет флешку своего тиммейта, и под нее, возможно, будет еще открываться. Бит прыгивает здесь с урны. Би-Кью забывает. Забревает Господарова здесь со всех сторон уже, конечно, побежали ребята. Ну, ничего страшного. Как говорится, у нас в последнее время Би-Кью закрывает Моноси. 3 в 2. Ну, и здесь уже раунд за ребятами из команды Лил Миг. Ну, вот опять Нави делают опен фраг, но не получается выиграть раунд. Ну, как это так? Вот так. Возможно, слишком... Ну, вот опять же, да, нашли минусы. Как-то очень аккуратно играет команда Нави Джуниор. Как мне кажется, можно продолжать играть на той же курилке. Они дают раскинуться команде Лил Миг. Это пока самая главная проблема. Лил Миг успевает все гранаты свои выкинуть, подготовить заход на плент. И дальше просто уже 3 игрока СБ, они не успевают приходить. Во-первых, очень быстро погибают игроки под дугой и на туалетах. И из-за этого смещение банально не может произойти очень быстро. Чтобы вовремя холпануть. И причем они погибают на таких позициях, типа упор туалетов уже под хедшотом. То есть смещение вообще нереальное. Должно быть какой-то Нави Джуниор. То есть чуть раньше встреть, допустим, на подступах к туалетам, да, то есть какая-то первоначальная информация, что была, там, либо с курилки, либо с главки там. И у тебя все, все будет у тебя информация, у тебя опорники с бою успеют сместиться. Но этого пока нет у команды Нави Джуниор. К сожалению. Так, ну, близится окончание первой половины. И близится, на самом деле, она не так уж и плохо для Лил Миксика, как могло показаться с какой-то стороны. Потому что счет был, напомню, друзья, 7-1. Да, ну и вот здесь уже шестой раунд. Наверное, Лил Микс тоже будут закрывать. Находятся они буквально в одном маленьком шажочке от этого. Хотя бит, смотрите, как закрывает Линкина. Три в три ситуация. Ну, вон, если очень красный. У бита нет девайса. Ну, копать через темочка с армором. Так-то, в принципе, можно распитать, попробовать этот раунд выиграть. Но нужно делать фраги. А это не так уж и легко в этом раунде. Ну, смотри, тут Бикью говорит, что пацаны очистая. Вроде и хочется вернуться, наверное, игрокам команды Лил Микс, но с другой стороны ты понимаешь, что тебя где-то в туалетах уже в коннекторе могут поджидать. И это очень опасно. А здесь буквально за смежной стеной Моноси и товарищ Бикью находится. Но все-таки Бикью нашел минус по Моноси. И на базу Б заходит команда Лил Микс. Вообще без проблем Копачу в это время уже на базе А. Ну и Бикью также переиграл. Четыре минуса от Бикью. Соливарня. Пять раундов подряд в атаке Лил Микс. Браво. Восприяли духом. Да, да, весьма. Потихонечку и помаленечку здесь ребята чувствуют себя в рамках этого оверпасса на атаке. Хотя, казалось бы, вроде все очень классно. Проводится и происходит. Да, ребят с командой. Но опять же, 7 раундов, да. Я могу об этом говорить. Даже если будет что-то 7-8, все равно 7 раундов защиту взяли. Может быть, спокойно Na'Vi перестроится. И опять же, на атаку еще лучше результат покажут. Но опять 5 в 4. Опять ситуация, которая начинается неплохим образом. Ну, 5 в 3 теперь. Ну, уж если не сейчас, то когда, господа? Ну, тут прям активно Na'Vi уже решили задавить команду Лил Микс. Прям уже говорят, ну все, пацаны, хватит. Продохнуть не дадим. Но тут Исаак говорит, что еще повоюет. И база Б уже занята наполовину команды Лил Микс. Ой-ой-ой-ой, как же него Эрмитопа выкинул этот Молотов. Но вот Господаров все-таки помогает. Минус от Боден Мейстера. Но он остается 1 в 3. Бомбу поставить уже было бы неплохо. Хотя, в принципе, там будет последний раунд. Денег у всех хватает. Поэтому бомбу здесь просто как триггер к тому, чтобы на него вышли 3 последних оппонента для него от команды Na'Vi Junior. Ну и через монстр Моноси. Ставят точку в этом раунде. 8-6. Но все-таки забрали эту первую половину, которая должна, по идее, за Na'Vi оказаться еще давным-давно. Но забрали они ее только-только. Вопрос теперь в том, это 8-7 или же 9-6. Отличие, конечно, ну очень большое. Три раунда или один, которые могут реально потом в конце игры оказаться ключевыми. Да, ну можно немножко выдохнуть даже. В каком-то плане разбавили вот этот вот стриг длинный. Ребята из команды Na'Vi своими оппонентами. Сколько там, 5 раундов подряд было. Это было, друзья, не очень-то и приятно. Давайте глянем на коэффициенты. 1.45 на ребят с команды Na'Vi Junior. 2.62. На ребят с команды Lil Mix. Именно такие коэффициенты представляют наши друзья из пари-матч на победителя в рамках этого противостояния. Все по делу, все по делу, по-другому не скажешь. Ну и последний раунд первой половины. Давайте глядеть. Так, ну и команда Lil Mix что-то пошла-пошла почему-то изначально под B. Подождали поджима никакого нету и ушли обратно через Тириспун и коннектор. Первым идет Свиджи Хэт. 2.3.12. Его индивидуальная статистика. Не идет. Причем у него процент убийства в голову 50, но при двух фрагах, конечно, это такая себе статистика. Одного убил в голову, другого в тело. Занимается 3.2. Сплит выход на центр. И Капачо вместе с Битом вдвоем, пока будут опорниками на этой позиции. Получится ли у них задефать этот выход или нет, узнаем уже очень скоро. Ну а пока у команды Lil Mix вообще все гранаты присутствуют. И обрати внимание, то есть заняли Navi Junior специально в воду, чтобы иметь ротацию не через КТ, а через коннектор. Как раз таки чуть по-другому попытаются разыграть этот раунд. Так, все, линки на длине спалили. Раскидка на Аплент уже полетела. Капачо под себя смачок, чтобы можно за ним было помансовать. Но его префом по идее должно забирать. Были флешки шикарные. Как не забрал здесь своего оппонента. Он БиКью закрывает своего же свиджихеда. И 4 в 3. Выбивание от команды Navi Junior. Бит на машине закрывает БиКью. И вот это самый выход с коннектора, где и должно все решиться. Один на длине, другой на туалетах. Ну и вот восьмой номер на самом деле здесь может и предрешить судьбу этого раунда. Хотя, по идее, его сейчас либо Моноси, либо Топа, по идее, зачекают. Да, все его видят Моноси. Ну и последний остается Исак. И он здесь должен, конечно же, погибать. Вообще без шансов. 9-6, друзья. Девятку себе закрывают ребята из Navi Junior. Это не может не радовать. Все-таки болельщиков команды Navi. Ну непосредственно Navi с вами хуй. Смотрите, 25 на 9 у Бита. О, вау, просто. По сравнению с Капачи и Топой, конечно, это выглядит нереально. Ну и как, тем более, с Боден Мейстером, там и Суджи Хеллом, которые 3-3-13 идут. У них одинаковый счет, одинаковая статистика. У Капачи Топа 4 на 6. 9 на 10 у Господарова. Ну и Моноси с Битом просто разваривают этот Бит. По-другому никак не скажешь, друзья. 25 на 9, 16 на 5. Статистика классная, красивая и здоровская. А вот у Лил Микс 2... Один игрок только в плюс отыгрывает. И это Би-Кью 11 на 10. Остальные либо в минус, но вот Исак 12 на 12. Отыгрывает в ноль. Ну и теперь Би-Кью и команда его за защиту. Лил Микс оставляет одного опорника на Б. Причем это не ярко выраженный опорник, а опорник с Хелпы. Готовы играть ретейками на команду Лил Микс. Но посмотрим, насколько у них это хорошо получится и получится ли вообще. Единственный минус для них это то, что команда Нави займет все самые ключевые позиции, которые им потребуются для удержания этой бомбы. Возможно даже... Ну, подсадка на самом деле в девятку. Это грубая может быть ошибка от команды Нави Джуниор. Да, пока есть смок. Этим можно пользоваться. Но она по идее читается, как мне кажется. А там три выхода. Шарта от Капачи из первой минус по Би-Кью. Боден Мейстер на размене неплохо. Капачи закрывает также свой джехеда. Боден Мейстер, дабл килл в этом раунде. Жен-Монос погибает. Эспадер минус по Линкин. Боден Мейстер, Исак минус 2. И Топа последний на бомбе. Дефуза есть или нет? Да, есть у Боден Мейстера. И можно спокойно диффьюзить бомбу. Топа. Ну, здесь Топе ни в коем случае проигрывать нельзя. Но он эту перестрелку проигрывает. Это седьмой раунд для команды Лил Микс. Там еще бомба была закрыта, установлена. И поэтому ситуация, конечно, была очень сложна для Топа. Ну и вот кэфчики немножко меняются. Давайте тоже глянем. 1.6 на Na'Vi. 2.25 на команду Лил Микс. После этой пистолетки немножечко, опять же, ситуация подизменилась. Наши друзья из паримач, в принципе, это демонстрируют коэффициентами. Но есть замечательное событие не только на киберспорт, друзья, но и на весь спорт. И на более-более-более интересные вариации. Не только как победа одного или другого коллектива. Поэтому кликайте на баннер по трансляции, переходите и смотрите все внутри этого непосредственно пари матча. 1.25 на таймере 17-го раунда, друзья. Ну и ребята из нами здесь будут форсировать события. Ну, в принципе, решение взвешено. И я считаю, что оно верно с точки зрения того, что была установлена бомба, которая позволяет тебе, опять же, закупить те же гранаты, галилы. Но здесь сделали 3 калаша, 2 дегла и... Что у нас по смокам? Один смок, всего лишь 2 молота, 2 флешки, осколочные гранаты. На самом деле, с таким сетапом можно реально спокойно выходить на плент А. Вопрос в том, прочекают ли длину. Так, Моносис палил первого. Но, как мне кажется, еще и второй здесь считается. От Моносис первого минус. Прочитают ли правую стену Капачеву, хоть при фаером есть минус по BQ. Это уже 5 в 3. И только один Сведжихед был там на Апленту, хотел я сказать. Но его больше нет в этом раунде в команде Лил Микс. И здесь пацаны, Ботен Мейстер с Исаком, говорят, слушай, пойдем-ка засейвим. Потому что здесь уже на 2 в 5, ну, такое не берется. Десятый раунд для команды Навит Джуниор. Важный раунд. Важный раунд. Сейчас форсированная история для атаки. Выигрыш ее. Это иногда даже бывает больнее, чем, опять же, проигрыш пистолетного раунда. Сразу же для ребят из команды, играющие за защиту. Но здесь два сейва есть. Еще как бы будет плюс-минус оставаться небольшая надежда. Ну и, в общем-то, на то, что смогут ребята придут. А что вообще делают Лил Миксы сейчас? Там игрок вообще, который сидит рядом на вечеринке. Он просто тусовался сейчас туда-сюда, дергая камеру. На дискоче же, правильно? Ну да, да, все верно. Все верно, не поспоришь. Плюс кто ходит на дискач в 2020 году. Ну, сейчас... Сейчас мы поймем, кто же нарушает самоизоляцию. Вот, ну... Что? Ну, слушай, вроде как есть же открытая история. Но сейчас... Не знаю, я после того, как переболел ковидом, я пока вообще никуда не выхожу. Ну, это правильно, наверное. Не знаю. Не, хотя, ну... Ну, я уже могу выходить, но я все равно никуда не выхожу. Дома хорошо. Лазатор, поеду, резину поменяю на машине. Все. Ладно. 18-й раунд. И это до бой от команды Lil Mix. К имеющимся Аугу и Фамасу докупается 5-7 Deagle и Scout. А Бит погибает. Фамас перестреливает. Нам 2 хп остается. Так, смотрим далее. Нельзя, конечно же, в идеале здесь для Na'Vi проигрывать это, потому что опять очень хороший большой бонус для команды Na'Vi. Выиграв этот 11-й, 12-й, это сразу выход в разрыв 5, друзья. 5 раундов между коллективами. Это очень уверенно. Это очень классно. И это очень круто. Но пока начинают Lil Mix неплохо. Капачо открывается. Здесь его дергают с разных сторон. Закрывает он все-таки хелпу. Открывается, убивает еще и боден мастера. Но вот монстр вообще не справился со своей задачей в этом раунде. Ну и 8-й раунд Lil Mix закрывают себе. 10-8. Что по деньгам у команды Na'Vi Junior? У двух игроков есть деньги. Но, наверное, все-таки деглы какие-то теки можно придумать в этом раунде. Но на следующий раунд уже будет тогда полноценная закупка. Либо же зафорсить с мак-десятыми. Что-то можно. Но парни говорят, что нет. В следующем раунде будем играть в фулбай. Сейчас же мы сыграем 4 дегла и 1 флешка для топа. Ярморкс, это первый есть для Капачо. Бит. 32 хп на старте раунда теряет. И агрессию на центру у команды Lil Mix. Это неприятно может быть для них. Исак. 14 хп остается. А там уже бит приходит. Бит дает минус раз. Свиджи Хет дает еще один фраг для своей команды. И там уже 2 битых. Погибает первый из них. Это Моноси. И остается Господаров с 16 хп. Бомбу можно забрать, попытаться и как-то под боевые тяну. Но там воду занял у нас товарищ Буден Мейстер. И на самом планту играет Линкен. Похоже на девятый, да. Сто процентный девятый раунд для ребят с команды Lil Mix. И должен сейчас становиться опять же 10-9. Но закупка будет для ребят с команды Na'Vi в следующем раунде. И вот ее нужно будет опять же сыграть максимально ответственным образом. Потому что далее после этого опять же будут уже, скажем так, сложности для команды. Команды Na'Vi, если Lil Mix сейчас почувствует классную оборону, очень будет грустно и сложно ее проходить. 10-9. Один раунд преимущества. Да, и пауза для команды Na'Vi Junior. Ну, справедливо. Она, кстати, одна из немногих, которая визита была от них в этом официальном матче. Так, ну у нас от начала эфира уже прошло 3,5 часа. И мы по-прежнему с вами on action или in action. Вот. И команды. Продолжают нас радовать КС. 6 нужно команде Na'Vi, чтобы отправиться в основную часть турнира European Development Championship. А команде Lil Mix нужно 7 раундов. Что по экономике? Экономика, кстати, не такая уж и крепкая у команды Lil Mix. Несмотря на то, что они забрали 2 раунда подряд. Ну, понятно, с чего бы и закрепить, когда они регулярно теряют 2-3 девайса. Там раздропы, раздропы и все такое. Ну и 20-й раунд прямо сейчас. 2 калаша в защите, 3 кольта. А в атаке 3 галилы и 2 калаша. Ну, зато полный пул по гранатам есть. Вообще это выглядит как раскидка на Аплент, а не Б. Если честно, ну, если опираясь на гранату только говорить. Как мне кажется, Аплент с такой раскидкой был бы прям максимально вкусным. Но Na'Vi, возможно, будут думать иначе. Так, давайте глядеть, что придумают здесь ребята. Из команды Na'Vi очень нужен очень важный раунд. Нужно его, опять же, с умом разыграть. Потому что, ну, проигрывая сейчас, денег, опять же, нет. И это выход на 11 для Lil Mix. Но, кстати, так же и для парней из Lil Mix. Проигрывая его, они, в общем-то, относят себя по экономической истории не очень хорошо. Но сейчас им в этом не стоит волноваться. Потому что уже два фрага. Начинается очень неплохий раунд для этих парней. Плюс еще и Буденмастер разменял своего павшего тиммейта от Господарова. Но и BQ закрывает бит. По сути, раунд вроде не начался. Но уже закрылся для команды Na'Vi Junior. Десятка здесь Lil Mix самобеспечена. Да, и на следующий раунд снова нет денег в команде Na'Vi Junior. Ну, вот как раз сейчас молодые могут разыграть раунд с теками быстрый на B. Как вариант. Потому что, ну, вот медленные пока не особо получаются в атаке. Я вот быстрый, почему бы, собственно, и нет. Кольт забирает топа. Бомба, главное, находится очень далеко. Поэтому Lil Mix, я думаю, спокойно. Хотя, по-моему, у них нет информации касаемо того, где бомба у команды Na'Vi Junior. Но топа. 15 секунд. На мусорку встает свиджи хэд. Обойдет его топа или нет? Обошел и его слышит свиджи хэд. 10-10. Ну да, не сравнивается у нас счет. Сравнивается счет, господа, на этом замечательном и прекрасном оверпассе. Ну и вот у Na'Vi начинаются такие первые серьезные проблемы. Опять же, мне даже интересно. Вот по кэфам я вам сразу же с радостью покажу. 50 на 50. Ситуация неясна, кто здесь окажется победителем. Ровно как и ситуация на карте. 10-10. 50 на 50. 1.87 на 1.87 от наших коллег из пари матч. Поэтому такая ситуация, такая история. Абсолютно непонятно до последнего момента, кто у нас окажется здесь победителем. Очень плотная борьба за слот в мейн-стадию этого замечательного турнира. Ну и вот Капач открывается, находит фраг по BQ. Это уже 5-4 топа. Фраг еще и по бодан мастеру. И это 5 в 3 уже ситуация. И желательно забрать... Да, есть калаш. Отбито залетает в голову свиджи хеда. Вот тебе и деглы. Я, конечно, говорил, что быстрый раунд окей, типа стэками и так далее. Но я не ожидал, что это быстро раунд будет через длину. И что он будет на промежуточном этапе такой успешный. У Моноси не полетело. Ой-ой-ой, пацаны. 4 в 2 такое надо забирать. Даже несмотря на то, что нет армора. Вроде как бы и позиционка должна быть налажена. Но с длины не вовремя пришел. Ой, из дуги же приходит еще и Линкин. Линкин, Линкин. Спалился. А как Линкин там не убил? У него МПХ в руках. Если был бы нормальный Райфл Ганн, то убивал бы уже давным-давно. И последний. Но КТ остается Исак. Он погибает 11-10. Нави Джуниор берут раунд с пистолетами. Простите, при ситуации 4 в 2 Нави должны были выигрывать. А при ситуации 2 в 2 уже Лил Микс должны выигрывать. Были. Но по итогу не произошло ни одно, ни другое. Здесь 11-й раунд для Нави. И вот там вот ломается экономика у команды Лил Микс по большому счету. Потому что с деньгами там становится уже проблематично. Денег нет абсолютно. Абсолютно если раунд проигрывается сейчас, там 2 Авика, там 2 Фомаса и Дигл. Более нет ничего у ребят из команды Лил Микс. Поэтому нужно максимально сконцентрироваться и одним, и другим. И сейчас по большому счету раунд 1 за 2 для команды Нави. Ну что, Моноси, у Линкин. Второй раунд подряд у Линкина именно, что касаемо индивидуальной стрельбы, как-то не пошло. Но вот только я это сказал, сразу же выключает Моноси из этого раунда. И продолжает команда Нави Джуниора в меньшинстве. По-прежнему очень рьяно на базу Б смотрит команда Нави Джуниор. Так, у Исака-то там проблемы. Напомню, что это закуп в 0, раунд за 2 для команды Нави Джуниор. Выиграв его, то есть реально они приближают себя к победе уже. У Исака 18 хп, Линкин 46. Ну 2 АВП у Свиджихеда и у Боден Мейстера. И один из этих хайвиков в контроле длину. Так, Исака взрывают. Хорошо, от Капачи залетела гранатка. И из длины должен по идее сейчас уходить. Да, в тайминг уходит Свиджихед. Не хватало здесь еще один девайс потерять. Ну и команда Нави делает небольшую рокировочку на карте. Готовится с раскидкой выходить на плент А. 37 секунд. Команде Нави нужно поторопиться. А где, кстати, армор у Господарова? Он в магазине. То есть как бы ждет его непосредственно на потенциальном закупе. Но это, конечно, рофл. Если сейчас из-за этого раунд проиграется, это реально тильт. Ну ладно, не будем в атаку. В чате пишут, армор же денег стоит. Это нужно его покупать. А их же нет, да, у Господарова? 5600. Ладно, понятное дело, забыл. 9 секунд. 8 секунд уже, да, остается. Бомба будет установлена. Линкен приходит также на банк. Топа забирает BQ. И очень битый Линкен. Здесь задумываться бы на самом деле о сейве команде Lil Mix. Гранат для ретейка нет. Бит сидит в упоре. Погибает от свиджихеда. Но вот говорю, вот Линкен здесь самое главное. Такая, знаешь, типа предлог. Блин, а идти нам с ним на ретейкать или нет? И Линкен-то фраг еще делает с 3-ми хп с этими. Ох ты мой, Линкен даблкил делает с этими 3-ми хп. Пацаны, Нави! Безарморный господаров. Безарморный господаров. Нави! Нет, не пойдет, друзья мои. Это раунд. Ну вот, раунд как раунд. Опа! Для команды Lil Mix. Спойлеры в чате, значит, да? Ну, тогда улетаем. Улетаем. 11-11, друзья. Тут прям до последнего у нас будет битва, борьба. Борьба, не знаю, невероятная какая-то. И для Нави, и для Lil Mix просто ситуации меняются каждый раунд, каждую секунду. Ну, выигрывайте сейчас, ну, выигрывайте 13. Делайте 13, 10 и 3 раунда будут вас отделять от победы. Но сейчас, опять же, все идет. Буквально чуть ли не заново. Ух. Сложно. Очень сложно. Но по деньгам, вроде как, опять же, сейчас Нави немножко впереди. Потому что там опять закупка на все деньги. И у Нави сейчас есть денежка на закуп. Но они закупились уже. Слушай, 2 Галилы, 3 Калаша, по гранатам все плюс-минус. Окей, только у Господарова ничего нет. Единственное, что он может себе купить, это дикой. Вот у Lil Mix, что там, докупит себе там с VG Head. Да, докупается. Все, все докупились. Раунд за два. Что для одной, что для второй команды. Я вот, давай так. Короче, кто выигрывает этот раунд, тот выигрывает игру. Скорее всего. Но это не точно. Слишком, да, такой большой. Ну, раунд за два все-таки. Раунд за два это важно. Это вообще очень важно. Опа, первого. Второго там можно тоже как-нибудь почесать. Прострелами Капач. Побежали, ребята, из нами здесь. Но бежать-то надо, наверное, не с гранатами в руках. Топа двоих закрывает. Три в два. Но это нельзя отпускать. Бомба берется. Идет устанавливаться на сайт. Надо брать 12 здесь сто процентов. Ну, а команде Lil Mix три раза подумать насчет того, стоит ли вообще идти сейчас. Или лучше уйти на сейл. Ой, какой нож. Би-Ки-У. Но он не ожидал в виде такую позиционку у Монеси. И Линкин просто уносит АВП отсюда. 12-11 денег нет. Денег нет, друзья. Как и луз-бонусы, кстати, для команды. Lil Mix 1500 там будет. И, скорее всего, это будет закупка на все деньги. Еще и у Линкина АВИК забирают. Боже мой. Тут, кстати, Форс напрашивается у команды. Да, да, да. У двух игроков 1400-1500. Ну, ФАМАС фармил. Два ФАМАСа, фармилка и два дегла. По идее должно быть так. Два ФАМАСа, две фармилки. Нет, два дегла. Два ФАМАСа, две фармилки. Ага. Паузу бы сейчас им взять. У ребят из команды Lil Mix. Ну, Нави, ну вот сейчас вот он такой важный раунд. А он же, блин, такие раунды очень часто проигрывает. Когда знаешь, ну, по сути, все, выиграв его, ты у себя уже на 90% обеспечиваешь победу. И вот этот неудобный бай, блин, какие-то два ФАМАСика и три дегла, они тебе просто ломают голову. Нави тоже так же сегодня выиграли на этой же карте. Просто четыре дегла подлиннее летят с туалетами и выиграют раунд. Ну как? Без арморов при том. А здесь все-таки деглит с арморами, это раз. Во-вторых, в защите. И в-третьих, еще два ФАМАСа сверху имеется. Но гранат нет. Один смокает на флешку. Так, бит. Первый фраг есть. Хорошо. В коннекторе сейчас будет за руку, я так понимаю. Оу, по Денмейстеру залетает там неплохо. Два минуса в ряда от команды Нави Джуниор. И гранатка какая залетает под свиджихед. Да свиджихед горит. 40 хп у него остается на коннекторе. И он погибает. ИСАК последний. С ФАМАСом в коннекторе. Бомба медленно, наверное, уходит в сторону дуги. И здесь бит забирает снайперскую винтовку. И текает отсюда. Текает. И господи. Пацаны, вы че? Как это вообще стоит он такой? Парни. ИСАК в дымах, если промутится, это будет такая рвань вообще лютая. Бог мой. Капачо. Он уигрывает здесь. Один в один. Ты посмотри. Против Монесси. Против Монесси. Там 13 секунд. А что? А как? 9 секунд. Он успеет? Монесси. Так, переключаюсь на Монесси. Да, успевает поставить бомбу. И там летит на всех парах за ним ИСАК. Хаешка в дефолт накидывается. И через зигу он вылетает. Монесси успеет ли взять пушку? Как? Они это чуть не слили. Боже мой. Несите кроволол. Это просто жесть. Просто жесть. Здесь напрашивается другое слово на букву Ж. Но это жесть. Жужелицем. Ох, друзья. Невероятно. Просто невероятно. Сейчас, проиграв этот раунд, можно было бы плакать. В очередной раз. Когда, вот знаете, нужно выиграть раунд. И этот раунд тебе даст еще один, наверное, вот дополнительным бонусом. Ну и побежал там в концовочке, разумеется. Там он почему-то шифтить начал. Не знаю. Столько вопросов. Столько вопросов к этой всей истории. Но происходит это все примерно таким образом. Друзья, сейчас выход для ребят из команды Na'Vi. На потенциальный, свой прекрасный раунд под номером 14. Ну и должны они, разумеется, его закрывать. Уж как-нибудь. Пока. Ситуация против пистолетов. И опять она начинается не таким уж и легким способом. Но вроде разобрались. Ну, 2 в 4 здесь. Боденмейстер с Исаком остается вдвоем. Все, одного спалили. По второму информация тоже была. Но здесь просто надо тимплейно закрыть. Оппонента. Да и все. Исак с деглом. Первый минус. И дальше последний. Боденмейстер. 1 в 3. П-250. Армора нет. Ну, как здесь? Как здесь вот ситуация действует? Непонятно пока. Так. Господар в бомбу поставил. Fake diffuse. Флешечка от топа. Топа. Так. Ну, откидывается здесь смок. Флешка прилетает. Как играет? Бит вообще не ведется на то, что это diffuse. А вот теперь все еще не ведется на то, что это diffuse. Ну, простреливает и... Да ладно. Как это? Пацаны, да что с вами не так? Что происходит? Это... Я не знаю, как это комментировать. Но серьезно. Это такой вообще жесткий просчет от команды Navey Junior. Тяжело подобрать слова в такой ситуации. Вот это игра. Вот это третья карта. И вы понимаете, насколько обидным будет вообще потом пересматривать случаи неуспешного результата и говорить, слушайте, ну вот два раунда, три раунда, четыре, пять раундов, которые мы просто должны были ему закрывать. А вот это вот отдается вообще как-то непонятно. Ситуация с пистолетами. Что-то два в три или два в четыре. Вообще нереальное было. Как это так происходит? Не ясно. 13-12. Друзья, опять же, с деньгами уже проблемы в Navey. Начинаются. Тут две паузы подряд берут команда Navey Junior. Ну такой, конечно, надо выдыхать. Можно еще одну взять. Что-то вообще я бы взял. Мне бы этого не хватило. Учитывая то, какая горячая жопа, меня бы вообще не успокоили за эти три тактические паузы. Горячая, горячая, горячая. Да, друзья. Ну вот поэтому ты не на проигроке сейчас. Ну, да блин, на самом деле я что-то раньше, когда, ну типа, играл, был горячий. Что сейчас горячий, когда играешь тот же фейсет? Горит так, что маму не горюй. Ладно, 26-й рам, поехали. Чувствую, дальше будет только интереснее. Да уж, наверное. Давайте смотреть. В любом случае, не забывайте, что это только первое против Сталин на сегодняшний день. У нас там второе тоже. Где-то еще будет совсем скоро после этого. Но у нас тут разгар. Разгар, друзья. Na'Vi против команды Lil' Mix. Третья карта решается. Вот весь этот матч, вся эта история с первой, второй карты решается на третьей карте со счетом 13-12. Так как опять на все деньги. Здесь экономические войны какие-то, не знаю, покруче, поинтереснее звездных будут. Поэтому давайте смотреть. Минуту 12 на таймере. И ребята из команды Na'Vi идут на А. И на туалетах. То есть сейчас вот этот молодой человек все дает информацию своему снайперу. Говорит, Линкин, смотри, у меня, возможно, будет подсадка на длине. И это может реально быть выпад на базу А. Но посмотрим, что из этого получится. Там 4 в районе дуги. Один на длине только лиркующим. Это бит. И у бита могут здесь быть проблемы. Бит раскидывает смок. И выход на базу А от команды Na'Vi Junior. Смок прилетает. Моноси 71 хп уже на старте этого раунда. Моноси погибает. Линкин с ВП работает. Бит находит минус. Бит находит два минуса. Заход на плент продолжается. Ситуация в меньшинстве. Три, в четыре бит. Третий минус в этом раунде. Бит соль. Бит соль. Бит солид. И в итоге теперь Господаров. Закрывает на машине. Батомейсер Исак на размене Капачо. Ставит точку жирную в этом раунде. 14-12. Раунд имени бита. 32-18. Бит. Это же битмейкер. Или Лилдомикс битмейкер. Брат, дай бит. Ну это жесть. Это жесть, друзья. Какая-то 14-12. Ну вот может сейчас. Ну вот может сейчас провести последний путь. Ну вы посмотрите, что там. Там 4 пистолета. Там 4 дигла и фамас. Ребят. Ну вот выигрывайте этот раунд. Выигрывайте игру. Делайте гг. И все. Выдыхаете. Идете. Набираете вану. Отмокаете. Но надо в это выиграть 100%. 4 дигла и фамас. Без гранат даже. Валилмикс. Жестко. Ладно. Тут поджимную длину в исполнении Линкина и БиКью. И за этим моментом смотрит господаров. Попадает. БиКью. 21 хп ему оставляет. Коннектор заняли игроки. Команда Нави Джуниор. Боденмейстер занял воду. И говорит, что пацаны здесь пока чисто. Аккуратнее смотрите, чтобы к вам через шарики не пришли. Потому что под базой БиРОНу счетом никого не видно и не слышно. А вот теперь коннектор услышали. БиКью по-прежнему живет в дымах. 21 хп. Рон один патрон по нему нужен. Так. 52 секунды на таймере. Боденмастер. Выход на плен здесь БиКью. Но его нужно закрывать. Есть контакт. Топа его закрывает. 5 в 4. Отлично. Линкина. Единственный ФАМАС на команду. Сейчас тоже отлетает. Но это нереально проиграть. Там 3 дегла. Там 2 первых армора. Это ситуация 5 в 3. Которую проиграть. Ну просто невозможно. Бит ИСАК. Закрывает последний Боденмастер. 15-12 денег. Нет. Ну все. Ну это должен быть конечный путь. Это должен быть слот. Для ребят из команды Нави Джуниор. Как ни крути. Жестко. Жестко. Ну и команда Нави Джуниор. 3 матч поинта. 3 путевки поинта. Не знаю как правильно сказать. Но 4 дегла и 1 скаут. Это все что и есть у Лил Микс. Чем они могут ответить команде Нави Джуниор прямо сейчас. Снова поджим на длину от Линкина. Би Кью его каверит со скаута по дальней дистанции. Ну а товарищ Господаров все так же контролит эту позицию с АВП. Но единственное отличие от предыдущего раунда. Что Линкин, точнее Би Кью теперь играет по дальней, Линкин поближней. И Линкин не пикает этот угол. Он дожидается как раз таки вероятного пика со стороны команды Нави Джуниор. Ну такая вот хлипкая конструкция вот этого типа укрепления длины. Потому что если тебе флешка прилетает, то у тебя снайпер блайндовый. И тебя разменит. И снайпер меняет, точнее теряет позицию. Заняли под флешку от фонаря дугу команда Нави Джуниор. По курилке информации нет. Либо ты кладешь смок, либо ты идешь перезанимать ее с длиной. Одной из двух. Либо можно вообще в принципе уйти на бэк команде Нави. Есть первый фраг. Бит. Пинкину есть хороший момент, чтобы это все дело закрыть. Уже в свои объятия и сделать гг с отсчетом 16-12. Друзья мои, 4 игрока, 3 пистолета, 1 скаунт. Ну не счастье ли это, друзья мои? Бит закрывает бикю. Но это нельзя проигрывать. Это должен быть слот. Господаров закрывает боден мастер. Есть информация по сваджахеду на размене. Пацаны, вы что делаете? Ребята, ребята, 2 в 4. В очередной раз. Неужели вы снова и это проиграете? Это же реально такой тильт может быть прямо сейчас. Граната залетает. Но всего лишь там буквально хп 7-8 снимается. Ваджахед с ВП ставят точку. 2 в 4. Выигрывает этот раунд команда Лил Микс. Боже мой. Нави. Вейкап. Это же просто жесть. Лил Микс. Браво, конечно, что они пользуются ошибками своего соперника. Но сколько раундов-то можно отдавать? Нави Джуниор. За 2 дня я уже сбился со счета. Пальцев двух рук точно не хватит. Как это так вообще происходит? Не понимаю. Вообще не понимаю. И говорят там Эйс был. Но, честно говоря, я на это не обратил внимание. Если Эйс, то это ВАУ. Если не Эйс, то все равно ВАУ. Блин. 2 в 4 они вытащили этот раунд. Эйс от СВДжахеда. Это Эйс от СВДжахеда. Друзья, ну как это вообще происходит? Происходит так. Ай-яй-яй. И Нави-то отдали АВИК. Отдали АВИК. Отдали Калаш в защите прямо сейчас. Надо выигрывать этот раунд. Просто если не получится забрать этот, денег там уже будет вообще очень грустно. И не получится абсолютно оказаться здесь победителем на этом оверпасте в основное время. Можно, нужно будет переходить опять же уже в допы. Но, друзья, сколько шансов у Нави. Просто сколько шансов нереализованных для команды Нави, которые просто... 36-19 там уже убиты. Пацаны, поднажмите еще немного. Поднажмите еще немного. Помогите мне. И я пока что близок к тому, что я изначально сказал. Что, скорее всего, решится все на 30 раундах. Ну, я говорил, что может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Но пока к 30-очке я очень близок. 29-й раунд, дорогие друзья. Два матч-поинта у команды Нави Джуниор. Три Калаша и два Галила. Против двух Амасов. Кальта, Калаша и АВП. Капачо занял воду. И Нави готовит выход на Б-Плент. Интересность. И флешки раскинули друг другу в лицо. Игроки команды Нави Джуниор и Лил Микс. Ну, с Маки выходить не очень хочется. А, надо. А, надо. Моноси забирает сам топу. И Сак два минуса. Господаров на размине. Это три в четыре. Три в три. Три в два уже. Два подряд. Минус от команды Нави Джуниор. Б-Кю на размине. Господаров погибает. Топа 22 хп. Капачо. Остается единственный фуловый игрок из двух. Оставшийся у команды Нави Джуниор. Б-Кю на воде. Линкен на хлп. Линкен погибает. И у топа 4 хп. Б-Кю. Б-Кю идет его давить. Б-Кю идет. Он понимает, что второй в шарте играет. Он его ждет. Это Капачо. Один в один. Ну что же, Капачо. Поможешь ли ты своей команде удержать победу? Нет. Это Б-Кю. Это 15-14. И у команды Нави на последний раунд нет денег у всех, кроме Господарова. Бам-бам, Бигалу. Какая жесть творится в этом матче. Ну что, господа. Плавно переносимся на овертаймы или что? Непонятно. Там причем Б-Кю последними патронами уже закрывал своего оппонента. И ситуация была просто нереальная. Не, ну, сейчас 16-14 должно быть. По всей, скажем так, по всем законам этого непредсказуемого матча пистолеты должны выигрываться. Ну что у нас тут? Арморы и 5 пистолетов? Получается так. 4 пистолета вижу, что Капачо будет покупать. Ну что ты на 2 тысячи купишь, Диггл? Нет, там же 4 500 было у Господарова. 3 700 он скинул калаш. Он купил калаш. Да, я просто вот видно, что минус 3 700 от него. А ему дропнули, значит, тег. Кто с калашом сыграет-то сейчас? Капачо, по-моему. Моноси. А что, у Моноси респа? Да, у Моноси первая респа под центр. Возможно, это раунд через длину. Смог не тратит на яму, потому что сюда банально не прилетает Молотов. Интересное решение. Ну что же, доверили. Так скажем, вручили Илье флаг от своей базы, чтобы он пронес этот флаг до победного маршрута. И команда Нави может быть и выиграет 16-14. Ну давайте посмотрим, коль уж Моноси ключевой игрок в этом раунде. Может быть. Но пока калаш далеко от каких-то активных действий. Здесь занимается коннектор. И вот по этой информации команда Навио Джуниор будет дальше работать. Опасаются они поджимы с длины. Это предельно понятно почему. Так, ну флешка накидывается. Выходят игроки с коннектора. Есть информация о том, что туалеты в упоре никто не держит у команды Лил Микс. Это закрыто. И там уже третий опорник подбегает под Аплент. Опасаются команды Лил Микс, что это выход под Плент А. Ну давайте смотреть. Моноси с калашом. Остальные пацаны с деглами, стеками и так далее. Так, ну давайте глядеть. Моноси, на тебя смотрит вся страна. Возможно не только одна, а весь мир. Друзья, давайте глядеть. Бикью здесь очень неплохую для себя позицию. Одного закрывает, второго закрывает. Но Капача на размене. Три в четыре очень сложно. Опять же здесь постараться придумать что-нибудь. Но господа разберет для себя калашников. Одного закрывает, второго забирает. Капача два в два. Ситуация, ну что же. Можно это расточить. Господара фейкует по бомбе. Можно ее устанавливать. Прилетает здесь флешка. Рядом Исаак. Два в два. Хорошая возможность. Здесь есть шансы для команды Нави зацепиться за эту победу. Нужную прямо здесь и сейчас. Но все-таки Исаак пристреливает. Господара последний Капачо. Допы. Все-таки это допы, друзья. Три матч-пойнта было у команды Нави. Они их не реализовали. Это просто рвань какая-то лютая. И тот раунд два в четыре, который должны были закрывать, это просто тильт. Это просто тильт. У Исаака тоже уже тридцаточка. Вот это да. Вот это да. Слов в таких моментах можно и не подобрать. Фух. Да. Ну, слушайте. Противостояние, конечно, прям тянет на полноценный финал какого-нибудь турнира, мне кажется. Там еще у нас следующий матч нас ждет. А тут этот матч у нас по большому счету в самом разгаре. Давайте глядеть. Допы начинаются сразу. Ничего, опять же, не... И сейчас с нами забирают, смотри, сразу же первый раунд. Давай, смотри. Типа, как это по классике жанра бывает. Типа три подряд мы не можем взять, а потом сразу на допы берем первый. Которого так не хватало. Но если так будет, это, конечно, будет суперкомично. А здесь быстрый выход на базу Бэй от команды Нави Джунир. Капачо закроет первый минус. Он их хелпе сверхъехет погибает, погибает. А также Исаак Боденмейстер на размене СВП и работает по Капачо. Три в четыре. По коннектору работает БиКью. БиКью сам теряет довольно неприятное количество ХП. 26. Если быть более точным, у Моноси двенашка здесь остается. И подсадка в хелпе готовится. Коннектор БиКью погибает. Остается два авика в хелпе. Два авика в хелпе. И первый из них дает свой первый же минус. Но, правда, разменивают его тиммейта Линкина. Ну и Боденмейстера здесь, по сути, уйти не дадут. Хотя копают. Точнее, Игорь Сподаров мог здесь погибать. Вот. 16-15. О чем я и говорил, что реально. Вот как... Ну это, блин, настолько золотое правило, что, типа, у тебя там хоть 10 матч-поинтов, ты их проиграешь, но потом сразу же берешь на допах первый раунд, которого тебе так не хватало. Вот, ну, это традиция. Да, все так, друзья. Это 16-15. Ну и, в общем-то... Ох, главное продолжать. Главное продолжать в том же духе сейчас играть на этом оверпассе и показывать свою лучшую игру для ребят из команды Na'Vi, разумеется. Но ни в коем случае нельзя обидный раунд отдавать. Но здесь не будет обидных раундов. В таком случае против лоу-девайсов. Опять же, по нескольким причинам, да, друзья. И мы прекрасно понимаем, по каким. Потому что здесь, ну, три... А, слушай, а сколько? 10 тысяч, да, я пропустил? 10 тысяч походу здесь допы. А вот это проблема. Сейчас, проиграв для Lil Mix этот раунд, это будет безденежье. И потенциально 3-0. Потому что Na'Vi в этом раунде закрывают для себя очень классным фрагом Исака. 5-4. Ну, посмотрим, как продолжение рауна сложится для команды Na'Vi Junior. Есть еще определенный пул по гранатам, который позволит им закрепиться на позиции. Но, чтобы закрепиться, надо еще туда зайти. Ваш капитан Громов. А, Светжи Хед принимает Зигу. Топа и Моноси погибают. Неплохо работает Боден Мейстер. Сороцеподуем игрокам Господара в Капачо. Размен есть отбит. Размен от Боден Мейстера. Окей. 2-3. Но Бодена пытается задушить. И его задушили. Но также из Зиги приходит еще один игрок. Это Линкин. И у Господара есть, в принципе, пару лишних секунд, чтобы унести. Отсюда бомбу. Уноси бомбу. Главное, чтобы не прострелили там через стену. И 1-2 Господара на поставленной бомбе будет играть против двух игроков. Линкина и БиКью. Но оба флоу. И если бы был бы авик у Господара, было бы, конечно, немного проще. Так, ну что ж. 2 в 1. Да. По КП проблемке. Это один из важных особенностей. Господар Крукаля здесь сдал. Просто ушел. И через банк зашел обратно. И сейчас будет, конечно же, сложно играть. Но первый просто-напросто идет к тебе легчайшим фрагом. А вот по второму уже придется играть посложнее. Потому что здесь смок. И здесь... Не рассмотрел Господара своего соперника в дымах. Но это было Найстрай. В любом случае 16-16. Еще один раунд команда Нави проведет в атаке. А потом будет смена сторон. И посмотрим уже, что там. Слушай, ну вот с деньгами тоже. Ну сейчас дроп Боденмастеру, по всей видимости, пойдет. По деньгам здесь, конечно, должно хватать. Но вот у Исака не будет эмпти. Да, у него будет ФАМАС. Нави, наверное, в этом ключе девайсы все-таки лучше имеют. Ну плюс закупка непосредственно гранат и утилизистем эмоджа. Поэтому это классный момент. Это классная возможность для ребят из команды Нави как-нибудь сыграть по девайсам. Ну и реализовать вот это небольшое, но преимущество. 16-16. Последний раунд первой половины на допах. Так, ну пока активный прессинг под коннектор и под центр карты от команды Lil Mix. И посмотрим, что здесь. Моноси нахоть Эра минус Бикю погибает. Моноси второго мог бы закрывать, но Исак ему отвечает двумя фрагами еще и по топе. Размена с центра не было. Только-только Господаров подбегает. Но там сам свят джахет увлекся аркадой, которая на самом деле была абсолютно не к месту. Потому что вы нашли два минуса, и вы могли спокойно стоять закрыто 2-2, либо 1-3 опорниками Б и А. Но почему-то, почему-то принял решение свят джахет дальше пропушить шариков. Так, Смачок на Зик и Линкен на воде. Вот Линкен здесь прям, ну супер опасная фигура для команды Нави Джуниор. Если не прочекать воду, будет прям печально. Прочекали. Капачо дал минус Боден Мейстер на размене. Приходит Господаров. Помогает еще своему тиммейту. Отлично. Остается Исак. Ого! Коби! От Капачо. И это 17-16. Близко. Очень близко. Ну, команде Нави Джуниора теперь два раунда в защите надо брать. Смогут ли? Да. Будем смотреть, друзья. Не будем делать преждевременных выводов. 39 фрагов убито. Сейчас будет переходить непосредственно на 40 фрагов уже, по всей видимости. И 40 фрагов это сильно. Это сильно как ни крути. Давайте глядеть. Есть авик для Господарова. Есть 4 эмочки. Очень замечательные, хорошие девайсы. Все возможности имеются для команды Нави. Но нельзя их упускать, разумеется. И сейчас выходить, постараться выходить в преимущество бит. Запушил. По раннему таймингу здесь фонтан. Господаров помогает. Опять же, смотря с авиком выход. Но не получилось. Флэшка классная. Бита закрыл. Исак. И 5-4 большинство за ребятами из команды Лилмикс. Так, ну здесь Моноси в упоре играет еще под коннектором. А команда Лилмикс после найденного первого минуса. На самом деле никуда не торопится. Ну, кто поднял жизнь, тот не спешит. Ну, а Господаров дальше продолжает активно с авиком выискивать информацию по своему сопернику. Сопернику занимает агрессивную позицию под дугой. Получится ли у него там найти минус? Получается. Хорош. Хорош, Господаров. Но дальше Моноси будет принимать длину. И вместе с ним Господаров на эту же позицию приходит. Илья слышит прекрасно своего соперника. И под флэшку нужно разменяться. Да, размен имеется. Но такой размен все равно в плюс для команды Лилмикса. Там уже заход имеется под базу А. Илья должен жить и давать фраги. Но он попадает в голову Исакуя. Он лоу хп. 13. И топа с Капачо остаются вдвоем. Ну, ретейкать такую ситуацию надо. Имея информацию, что там есть авик и есть битый игрок. С этим реально можно работать. Вопрос в том, смогут ли. Пока лежат дымы на банке. Не знаю, на КТ лежит или нет. Сейчас посмотрим. Да, на КТ тоже лежит. Надо ждать, пока смоки разревелятся. И под флэшку можно было бы что-то допридумать. Но надо префом налево выходить. Но лево-то прочекай. Лево-прочекай. Лево-прочекай. Ай-яй-яй. Ну, Капачо. Ну, ты же знаешь, что у тебя в упоре никого нет. Тебе чекает тиммейт. Но прочекай ты ему лево. 17-17. Каждой команде осталось два раунда до победы. Команда, которая сейчас забирает раунд, получает автоматически один матчпоинт. 11-7-6 на Na'Vi. Два на команду Lil Mix. Именно такие коэффициенты, друзья, при счете 17-17. Ну, что-то с чем-то. На самом-то деле здесь борьба до последнего. Но несмотря на такие коэффициенты, проиграв от примать, друзья, от как раз-таки наших классных друзей, проиграв сейчас раунд, Na'Vi, рискуют остаться без экономики. Поэтому выигрывать им надо. Хоть несмотря на то, что они здесь являются хоть явным фаворитом, невероятно явным фаворитом на протяжении всего этого матча. Но пока что очень сложные. Все, можно сказать, 50 на 50, как и в этом раунде. Ну, здесь Господаров находит фраг по SWG, а тут 4-3. Большинство за Na'Vi. Надо реализовывать его. Да, ну, команда Na'Vi. Господаров тут хорош. Два минуса нашел, и с этим нужно как-то дальше работать. Бит, забирает бомбу. А, вместе с бомбой и Линкин. Откидывает дым. Но 4 в 2, пацаны, сколько... Ну, сегодня сколько? Раза 3-4 они отдали ситуацию. Сегодня, сейчас не отдали. Все, 1 в 3. Бодленмейстер с АВП. Бомбу у вас на руках. Просто ее закроете. И здесь Господаров первый увидит своего оппонента. И все равно эту перестрелку он проигрывает. 45 секунд имеется у Бодленмейстера, чтобы этот раунд закрыть. Бит дарит 1 матч-поинт команде Na'Vi Junior. И если сейчас они не смогут это забрать, это будет 3x тильт. Но я думаю, что команда Na'Vi вроде созрела на то, чтобы наконец-таки закрыть эту карту и закрыть этот матч и просто с невероятным количеством потерянных энергомолекул, нервомолекул, всего чего угодно, уходить на отдых. Потому что, блин, этот матч отнял столько сил и эмоций у команды Na'Vi Junior, что просто жесть. И в итоге активный пуш воды идет от команды Na'Vi Junior. Моноси и топы здесь. Под гранату работает АТАМ ИСАК. Ой, да, ИСАК все правильно. Чуть неправильно его назвал. И Бодленмейстер идет на размен. Господаров также дает фраг. 3 в 3. Сложно, друзья. Здесь топа откидывает смок. Ждет он здесь выхода со скрики BQ. Ему нужно накинуть флешку. Под флешку должен BQ выходить. Но пока что этого не происходит. Просто открывается дверь, отходит BQ просто-напросто назад. Топа, Капачо и Бит остаются втроем против трех игроков команды Lil Mix. Ну что, друзья, либо это ГГ, либо это очередные допы. И мы пойдем с вами смотреть все заново, грубо говоря. Ну давайте глядеть. Давайте глядеть. Бит классная позиция. 41 фраг он уже настрелял за этот оверпасс. Ну и если сейчас не получится у команды Na'Vi это дело пройти, придется настреливать еще. И три игрока команды Lil Mix пойдут через лонг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это такая ошибка. Один в любом случае тогда, ну в такой ситуации от Бита по-любому скорее всего один отлетит. Потому что, ну, ты в первую очередь чекаешь в КТ-банк. Если они пойдут не на шифтах. Ну, кстати, да. Полностью. А они, по-моему, да, они идут на шифтах. И вот Бит как раз не будет чекать лонг сейчас, наверное. Бит периодически чекает. Он периодически. Вот, чекает. Он слышит, слышит, слышит. Все, есть информация, что Бома на Аплантую Биту надо жить. Бит погибает все-таки от Ботен Мейстера. И Топа с Капачо только могут спасти этот раунд. Один идет с туалета. Второй идет с Банка. И Линкин идет на эту же позицию. Банка Капачо его выжидает. Капачо перестрелит своего оппонента последнего. И остается Бетен Мейстер. Снайперская винтовка даст осечку. Или же все-таки закроет двоих своих оппонентов. Есть информация, по-моему, по туалетам. Он попадает. Это не ваншот. Топа 21 хп. На Банке прыгает Капачо. Говорит, давай возьми меня. Возьми меня, Ботен Мейстер. Откидывает флешку. Выходит распиком на него. Перепрыгивает эту машину. Говорит, я всемогущ. Я всемогущ. Я все могу перепрыгнуть. Молотов прилетает на позицию длины. И просто Ниндзи Дефьюз пошел в Молотов. Пойдет, словно Иисус. Поватя Ботен Мейстер или нет. Он идет, идет. И Капачо ставит точку в этом матче. Победа команды Na'Vi Junior все-таки. Вау. Этот матч кончился. Мы с седыми волосами выходим на камеры. Это просто рвань какая-то лютая. Это просто жесть. Я не знаю, как вообще подобное комментировать. Но это просто рвань. Это просто минус волосы. Смотрите на мой затылок. Где волосы? Я их просто на себе уже все порвал. В свои 28 лет их просто нет. Как вообще такие матчи работают, Сань? Ну как? 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 Скажите мне. Не знаю, друзья. Это было классно. В любом случае. Главное, что результат положительный для наших ребят. Сколько продлился матч? 4 часа. 4 часа ровно продлился этот матч. Это что-то с чем-то, что-то абсолютно невероятное в пользу команды Na'Vi. Это закончилось, друзья. Это, наверное, действительно какой-то матч по эмоциям какого-нибудь гранд-финала какого-нибудь турнира. Но это не все. Еще одно БЛ-3 сегодня. Сайбер Лего Севин Страйк. Интересный матч. И матч на самом-то деле тоже наших команд. Здесь уже будет такое дерби российское. И оно будет, я думаю, тоже скоро совсем. Но нужно точно нам отдохнуть. Вот хотя бы немножко после вот такого вот противостояния. И вам мы с этим отдохнуть, дорогие друзья. Я думаю, минут 15 у вас железно есть. ЖБ, как говорится, да? Железобетонно. И приходите к нам обратно на Сайбер Лего Севин Страйк. Последнего финалиста мы с вами узнаем очень и очень скоро.